Как перенести информацию со старого айфона на новый? Я тебя поздравляю, ты себе купил новый айфон и теперь у тебя большая загадка, как же все, что нажито непосильным трудом, перенести из твоего старого айфона на новый. Но самое главное, это чтобы на твоем новом устройстве памяти было либо столько же, либо больше, чем было на твоем старом айфоне. И тогда у тебя обязательно все получится. Дальше у тебя есть два пути, по которому ты можешь пойти. Ты можешь воспользоваться облачным хранилищем iCloud. Здесь ты можешь докупить определенный объем места, чтобы тебе хватило для именно твоего айфона. Ты покупаешь этот объем, нажимаешь в iCloud кнопочку создать копию, и у тебя поместится абсолютно вся информация с твоего айфона в облачное хранилище. Теперь ты активируешь свой новый айфон и выбираешь пункт восстановить из резервной копии iCloud. Выбираешь резервную копию, проходит где-то час-полтора, ну это зависит от того, сколько объем памяти у тебя в этом хранилище, и ты получаешь абсолютно все на своем новом айфоне. Теперь у тебя два абсолютно одинаковых айфона. Я не советую тебе что-то удалять со старого, пока ты все это не увидел на новом. Но в принципе, если у тебя нет возможности вот так прям иметь два айфона, то есть ты, наверное, один продал или уже кому-то подарил, то ты в любом случае можешь понадеяться, это действительно надежно и хорошо, просто создаешь копию, все падает в iCloud, потом из iCloud достаешь, и будет тебе счастье. Но я, например, не люблю платить за дополнительное место в iCloud. У меня на айфоне 256 гигабайт, и для меня кажется это достаточно накладным заплатить еще за перенос данных с одного айфона на другой. Я пользуюсь макбуком. Здесь есть iTunes, и это прекрасное приложение, которое нам поможет перенести всю информацию с одного айфона на другой. Все, что нам понадобится, это кабель Lightning и, собственно, твой старый айфон. Если, повторюсь, ты его хочешь уже продать или кому-то подарить, то сначала создай резервную копию в iTunes на твоем маке, а после этого его уже дари. Итак, берем айфон, подключаем его к твоему компьютеру, после этого нажимаем в iTunes кнопочку создать резервную копию. Будь внимателен, не дай бог не нажми на кнопочку архивирования копии, потому что это самая частая ошибка вообще всех, кто только мог попробовать создать копию. Вы, конечно, захотите заархивировать ее, придумать ей какой-то пароль, забудете его через минуту, и копию будет уже никак не восстановить. Этот пароль нельзя сбросить. Поэтому обязательно так не шифровать резервную копию и вообще больше об этом даже тебя не спрашивать. Через некоторое время резервная копия создастся. Главное, что тебе нужно посмотреть. Если у тебя было занято 200 гигабайт на айфоне, у тебя должно быть свободно 200 гигабайт на макбуке, тогда резервная копия, она, конечно, столько не займет, но в моменте ей столько памяти нужно свободно на твоем маке. Пройдет где-то минут 15-20, может быть больше, не волнуйся, процесс идет, все сохранится к тебе на мак. Теперь берешь свой новый айфон и, собственно, с момента активации выбираешь пункт восстановить из копии iTunes. Подключаешь проводом Lightning, опять же, к своему макбуку свой новый телефон и дожидаешься, когда новая копия к тебе закачается уже на новый телефон. Это метод, которому я доверяю, честно говоря, больше всего, потому что я прям получаю идеальную копию. В плане iCloud у меня иногда возникает ряд вопросов, потому что что-то да не перенесется, заметки оказались неактивированы, а здесь перенесется абсолютно все и даже история твоего серфинга в интернете. Итак, подведем итоги. У нас есть всего два метода, как перенести информацию со старого айфона на новый. Для этого нам нужно либо воспользоваться облачным хранилищем iCloud, либо воспользоваться компьютером. Соответственно, если компьютера у тебя нету, то воспользуйся, пожалуйста, облачным хранилищем. Других вариантов, к сожалению, нету. Это и то, мне кажется, достаточно большой выбор, чтобы ты мог всем этим делом воспользоваться. Стоит ли удалять резервную копию после того, как ты провел все эти операции? Я бы не стал. На самом деле это твоя безопасность. Это твоя безопасность, это твоя резервная копия всей информации. Дело в том, что если твой айфон попадет в воду, разобьется, уничтожится, сгорит, улетит в космос, тебе понадобится вернуть всю информацию. Тогда ты сможешь взять другое устройство и на нем восстановиться точно так же из резервной копии. Это удобно. А еще я тебе советую раз хотя бы в несколько месяцев создавать новую резервную копию, так твои файлы точно будут в безопасности. Пользуйся этой инструкцией, ставь палец вверх. Спасибо тебе за просмотр этой видеоинструкции. Подписывайся на мой тикток. И если остались у тебя какие-то вопросы, задавай их внизу в комментариях. Спасибо тебе. Всем пока.